Проповедь. Проповедение, которую мы снова имеем, к Его благословенному Слову. Нам сегодня предстоит достаточно большая тема. По нас стоит сегодня ein großes тема. Für etwa 1,5 Stunden. Если я буду видеть, что вам уже тяжело, то мы либо склоним колени и помолимся, либо споем псалом, но в любом случае нам желательно эту тему сегодня довести до конца. Dann werden wir entweder ein Lied singen oder unsere Knie zum Gebet beugen, denn es ist wichtig, dass wir das Thema heute bis zum Ende durchführen. И эта тема, она очень в общей картине показывает Божий замысел. Und dieses Thema zeigt in der gesamtheit den Sinn oder den Gedanken Gottes. Божий план. Gottes план. Саму идею, которую Бог осуществляет. Selbst die Idee, die Gott verwirklicht. И потому мы с вами приготовимся к такому долгому общению, но я искренне верю, что оно не будет утомительным. Und darum werden wir uns für so eine lange Gemeinschaft vorbereiten, aber ich glaube daran, dass sie nicht ermüdend sein wird. Благослови нас с вами, Бог. Мöge Gott uns gemeinsam darin segnen. Итак, я приглашаю те из вас, кто имеют с собой Библию, вы можете открывать вместе с нами. Und so bitte ich an, all die, die die Библию dabei haben, mit mir zu öffnen. Это послание Ephesians, третья глава. Das ist Epheser, капitel 3. Мы будем читать с вами с девятого стиха или девятый стих. Вот на данный момент. Wir werden den Vers 9 jetzt lesen. И открыть всем, в чем состоит Домостроительство Тайны, сокрывшейся от Вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Und zu erleuchten jedermann, welches das sei, die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Christum Jesum. и открыть всем, в чем состоит Домостроительство Тайны. Und dass er all den offenbart, worin denn das Geheimnis des Baus vollstatten begangen wird. Священное Писание говорит, что Бог занят домостроительством. Die Heilige Schrift sagt, dass Gott damit beschäftigt, ist ein Haus zu erbauen. Многим из нас, присутствующим здесь, понятное дело, что такое строить дом, ist es verständlich, was es heißt, ein Haus zu bauen. Gott ist beschäftigt mit dem Hausbau. Er errichtet ein Bau. Но только это строение, эта Церковь Иисуса Христа, dieser Bau jedoch ist die Gemeinde Jesu Christi, в которой Бог в небесах определил великую и славную часть, welcher Gott im Himmel einen großen und herrlichen Teil vorbehalten hat. И этот стих Священного Писания говорит, что это домостроительство, это стройка в свое время имела свою часть как тайна. Итак, Бог строит строение для прежних поколений оно было тайной. Павел же говорит, что в конце строительства Тайны. Павел говорит, что это гимнис этого строительства, и мы с вами сейчас имеем такую прекрасную возможность полностью понимать, что же в конечном итоге Бог создает. И мы сегодня все возможно понимать, что Бог может сделать. Любое строение даже здесь на Земле не возводится по вдохновению. Есть очень тщательно просчитанный проект. Есть очень гриндно durchdacht проект, разработанный до мельчайших деталей, ausgearbeitет до маленьких деталей. проект, по которому осуществляется Божия тайна, в Писании названо предвечное определение. Мы можем найти это слово в 11 стихе этой же 3 главы. Ефесянам 3 11 по предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Я эту тему проповедовал не один раз. Я ее не один раз преподавал. И я знаю, что очень много есть слов, которые отчасти выглядят глубоко, если их даже читать в тексте. Но я верю, что нам с вами, и Паулю и мне, нам сегодня поможет Бог окунуться в эту Тайну. Чтобы у нас была картина всего того, что Бог задумал. что мы могли быть вдохновлены, что мы все вовлечены в великое и славное дело, которое закончится великой славой, и Бог И Бог свою Тайну осуществляет по предвечному определению. Если это слово предвечное определение упростит, его можно просто назвать план. И если вы сейчас этот предвечный определение, то можно просто назвать план. Бог Отец имеет план. Готовый Ватер имеет план, который нужно осуществить, чтобы достигнуть цель, который можно осуществить, чтобы достигнуть целью. Если мы с вами сейчас зададимся вопросом, какая же цель? Если мы с вами сейчас зададимся вопросом, какая же цель? Цель состоит в том, чтобы устроить будущее совершенное царство. Das цель besteht darin, dass man das zukünftige, ewige Reich baut. Давайте мы с вами еще взглянем сейчас на вторую главу послания к евреям. Здесь есть один удивительный текст. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Не ангелом Бог покорил будущую вселенную. О какой будущей вселенной идет речь? Вон welcher zukünftigen Welt ist hier die Rede? Эта будущая вселенная, это Царство Божие. Эта zukünftige Welt ist das Reich Gottes. Это Царство Небесное. Это ist das himmlische Reich. И оно же, будущая вселенная. Und genau das ist diese zukünftige Welt. У Бога есть четкая цель, к которой Он желает прийти. И эта конечная цель выглядит в том, что будет устроена будущее, совершенная вселенная. И это конечная цель будет устроена будущая, совершенная вселенная. Она будет населена совершенными жителями. Которые пришли к совершенству не по факту рождения, а через процесс, через который их провел Бог. И это будущее, совершенная вселенная, Царство Божие, Царство Небесное, это наша с вами Родина. И эта zukünftige и удовольствована Welt, das Himmelreich, это наша Семьля. А мы с вами здесь пока временные гости, нам здесь временная земля. И мы здесь временная земля. И мы здесь временные гости, для нас здесь временная земля. Наше гражданство, оно на небе. Ура гражданство, оно на небе. И наша Родина на небе. И наша Семьля, наш Семьля, или наша Семьля, это на небе. Аллилуйя! И я теперь хочу с самого начала начать рассуждать. Итак, у Бога был план. Что надо сделать, чтобы прийти к тому, чтобы была будущая совершенная Вселенная? Мы можем задаться вопросом, у Бога был план, а кто же его осуществлял? Ответ состоит в том, что осуществителем или выполнителем Божьего плана стал его Сын, Иисус Христос. Почему мы читаем обратно таки Ефесянам 3,11? По предвечному определению, то есть по плану, которое он исполнил во Христе, Иисусе. План принадлежит Отцу. И этот план передан Сыну. И по сути делаю ему сказано, Сын, сделай все, как в этом плане мной определено. Писание здесь говорит, которое он исполнил во Христе Иисусе. Иисус есть тот, кто осуществляет план своего Отца. Иисус есть тот, кто осуществляет план своего Отца. Он есть nun Альфа, начавший этот план. И он в свое время поставит точку, скажет, Омега осуществлено. И ныне Бог, Отец, все покорил Сыну, для того, чтобы Сын мог осуществить Божий план. И так, план передан Сыну. И так, план передан Сыну. Я считаю, здесь очень уместна одна оговорка. Я лезу здесь вот такая революция. Нам с вами нужно, христианам, нужно четко понимать одну Истину. Мы должны, как христиан, очень гриндно понимать. Если я спрошу вас, скажите, Сын, он меньше Отца или нет? Если я вам задам следующий вопрос, а Сын Божий, он Бог? И если я вам задам следующий вопрос, что Сын Божий, это Бог? Вы сейчас мне можете сказать, ну ты копнул. И человек может сказать, ты гребешь, но глубоко еще и не ныряли. Мы так глубоко еще и не ныряли, да? Но тут есть очень важный аспект. Но тут есть очень важный аспект. Когда мы с вами видим вроде бы кажущуюся Иерархию. Когда мы исследуем Писание, иногда кажется, что Сын меньше Отца, а Дух Святой меньше Сына и Отца. И если мы иногда смотрим, то кажется, что Сын меньше Отца и Сын меньше Отца. Но на самом деле все эти три личности единого Бога, они равны. Но в самом деле эти три личности единого Бога, они равны. Они равны по наличию в них всех атрибутов, всех сущностей, всего того, что из себя представляет Бог. И нет ничего, что есть у Отца и отсутствует это у Сына. И нет ничего, что есть у Отца и отсутствует это у Сына. Они равны. Они равны. Потому что если вы что-то скажете у Сына не хватает, а у Отца это есть. Тогда у вас нет никакого права назвать Иисуса Господом и Богом. Тогда у вас нет никакого права назвать Иисуса Господом и Богом. Потому что само понятие Бог, оно исключает недостаток чего бы то ни было. Сын не меньше Отца. Дух Святой не меньше Сына и не меньше Отца. Как же мы тогда объясняем эту Иерархию? А мы ее объясняем тем, что это добровольное подчинение равных равному. Мы объясняем это damit, что это не свободное подчинение равных равному. Я вас еще не очень утомил. Скажите, даже если я утомил, все равно не признаемся, да? Сами мы так же, что если мы утомил, то мы не признаемся, да? Я просто думаю, что для того, чтобы рассуждать обо всем этом, это очень важно знать. И я думаю, что, если мы с Паулемом можем закончить один Институт. Мы можем закончить один Институт. По всем предметам получить одинаковые оценки. И получить один Диплом. Но после этого Мы абсолютно равны. Мы абсолютно равны. Одинаковые знания. Мы имеем одинаковые оценки. Один и тот же Диплом. Один и тот же Диплом. Но я ему говорю, Пауль, Пожалуйста, руководи мной ты. Ты должен меня лейтен. Не потому, что я меньше тебя. Я такой же, как ты. Но я добровольно. Но я согласен. И я согласен. Покориться, подчиниться тебе. И когда мы говорим о Троице, Дри личности в едином Боге. Дри личности в едином Боге. Я думаю, мы можем сказать, Слава тебе, Господи. И я думаю, что я при этом Херн Слава тебе, Господи. Я как-то слышал от одного человека очень прекрасный комментарий. Я слышал от одного человека очень прекрасный комментарий. Ему задавали много вопросов в отношении Троицы. Он сделал одну попытку ответить. Он сделал одну попытку ответить. Вторую. Другую. 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 А потом остановился. И задающий вопрос сказал следующее. Он говорит, я иногда покупаю в аптеке Таблетку. Он говорит, я иногда покупаю в аптеке Таблетку. А когда я потом знакомлюсь с тем, сколько компонентов в этой Таблетке, то имея школьную Таблетку, то имея школьную Таблетку, и каждый из элементов выписать на эту Таблетку, и кажется, Таблетки не хватит. И он говорит, для меня это тяжело понять, такую маленькую Таблетку, так много вмещается. Братья, дорогие сестры, нам иногда земные вещи, что мы держим в руках, до конца не понять. Ни тем ли более мы должны иметь благоговение в отношении того, чтобы просто понять, что так легко во всем этом разобраться, не так легко. Но Писание нам однозначно провозглашает, что Бог един, имеющий три лица. Но Писание нам говорит, что Бог один, в котором он три Personen и Солнечки есть. И Бог отец, имея план, отдал его своему Сыну. И Бог, der Ватер, имеет план, он отдал его своему Сыну. И Сын начал осуществлять план своего Отца. И Сын начинает, с вами планом своего Отца. Имея конечную Цель, устроить будущее, совершенную Вселенную. Устроить Царство Небесное, это Царство Божье, в которой жизнь будет длится вечно, в которой жизнь будет длится вечно, в которой будет место, для людей, которые были правы, в которой жизнь будет длится. В этом Царстве, Слава будет различна. И в этом Царстве, будет длится вечно. И мы с вами движемся, к этому благословению, с надеждой, с упованием и усладой. И мы с вами, мы с вами двигаемся, к этому благословению, с надеждой, с упованием и усладой. Итак, Бог, Сын, начал осуществлять план Отца, с того, что сотворил Ангелов. И так, Бог, Сын, начался, с этим планом, который не был кунг, который не был кунг, который был кунг, который мы видим. Кто сотворил весь мир, который мы видим? Кто сотворил весь мир, который мы видим? Кто сотворил весь мир, который мы видим? Ну, я вам подскажу, есть три варианта. Ich werde euch eine Hilfestellung geben. Es gibt drei Varianten. Бог, Отец, Бог, Сын, Бог, Сын, Бог, Дух Святой, Бог, Heiliger Geist. Кто сотворил все то, что мы видим? Wer hat all das geschaffen, was wir sehen? Конечно же, если вы скажете, Бог, то вы не ошибетесь. Wenn ihr sagen werdet, Gott, werdet ihr nicht falsch handeln. Но Бог имеет три лица. Aber Gott hat drei Gesichter. Какое из лиц строится, творило все то, что мы видим? Welche von der Persönlichkeiten hat all das geschaffen, was wir sehen? Совершенно верно. Вот, брат, я слышу, как отдельные слова, я слышу, как он их произносит. Я хочу прочесть этот текст из послания к Колоссянам первой главы. Ich möchte aus, indem ich die Worte höre, die der Bruder hier gesagt hat, aus Колосся, Kapitel 1 lesen. Колоссянам 1,16. Колосся 1,16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, престол или господство или начальство, ли, власть, или, все им и для него создано. Ибо им создано все. Им это кем? Это Иисусом Христом. Это Иисус Христом. И потому, если задать вопрос, кто творец его? Ибо, если вы задать вопрос, кто творец его? Вы можете со всей уверенностью сказать, Божий Сын творец. Но если вы глубже вступает к нам и задать вопрос, а по чьему плану? И если вы скажете, отца, и причем творя все материальное, Бог сын имел себе содействующим третью личность Божиства, Духа Святого. И во время он, который после все планы и 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 так сотворенный Иисусом Христом начало с того, что был сотворен ангельский мир. Это то, с чего начал Сын осуществлять план своего Отца. И я хотел бы, чтобы мы сейчас могли обратить на Текст внимание, послание к Евреям, 1 глава стих 6. Удивительно то, что Небесный Отец, Бог, он не ищет того, чтобы на человека не оказать никакого давления. Бог сотворил Ангелов свободными личностями. И этим свободным личностям, Бог предложил заповедь, для того, чтобы Ангельский мир, своим свободным выбором, мог заявить о своей покорности, либо непокорности своему Творцу. И в этом 6 стихе, 1 главы, мы читаем такой текст. Так же, когда вводит, первородного во Вселенную говорит, и да поклонятся ему все Ангелы Божьи. Наш Создатель удивительно, удивительно тактичен. Просто восхищаешься, каким образом он осуществляет свой план, чтобы не оказать давления. Божьи, Бог мог предстать перед Ангелами и сказать, я сотворил вас. Но такого рода заявления, как-то быть может не совсем явно, но оказывает давление. Потому что говорит тот, кто создал. Но Бог сделал удивительным образом. Но Бог сделал это удивительным образом. Он план отдал Сыну. Он дал план Сыну. Сын начал осуществлять этот план, сотворил Ангелы. И отец, вводя первородного Сына во Вселенную, и отец, вводя первородного Сына во Вселенную, сотворенным Ангелам говорит, он вас сотворил ему, поклонитесь. И это из заповедей, ангельский мир имел право выразить свободный выбор. Чем закончилась эта заповедь? Тем, что из трех составляющих ангельского мира, одна часть под предводительством Люцифера, Дьявола и Сатаны, она была свержена с Божьей горы, если вы будете читать в книге пророка Езекииле, там есть прекрасное описание того, что из себя он представлял. Он говорит, что ты был сотворен прекрасно. Ты был сотворен, чтобы осенять. И ты был сотворен, чтобы осенять. Но в тебе нашлось беззаконие. Но в тебе было беззаконие. И ты был свержен с горы Божьей. И ты был свержен с горы Божьей. Одна третья часть ангельского мира, она потерпела Катастрофу, она была свержена. Она была просто удалена от Бога. Она была просто удалена от Бога. И я хочу теперь вместе с вами прочесть из послания Юды, один Text, который говорит, что же там произошло. И я уверяю вас, что дальше будет немного легче. О, помоги нам, Господи. О, помоги нам, Господи. Но вам скажите, пожалуйста, хоть что-то понятное. Слава тебе, Господи. Брайся тебе, О, Хер. Итак, давайте прочитаем этот шестой стих. И так, давайте прочитаем этот шестой стих. Послание Юды, шестой стих. Юдас Брив, ферс 6. И ангела, вне сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком, на суд великого дня. Auch die Engель, die ihr Fürстентом nicht bewahrten, sondern verließen, ihre Behausung hat er behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis. Соблюдает под мраком. Er befährt sie in der Finsternis. Бог, не сохранивших своего достоинства Ангелов. Он их соблюдает под мраком. Это очень похоже на то, как будто Бог поместил их на некую территорию. Es ist sehr diesem ähnlich, dass Gott sie auf ein Territorium oder ein Gebiet abgestellt hat. И Бог, будучи свет, оставил эту территорию. Hat dieses Territorium verlassen. И оказалась территория, которая написана в Писании, мраком. Und es kam dieses Territorium, welches in der Heiligen Schrift als Finsternis bezeichnet wird. Apostel Petrus sagt, es ist ein Banden der höllischen Finsternis. Und in dieser Welt ist dann ein sehr interessantes Bild entstanden. Bude, bitte, представьте себе, dass весь этот зал, diese Вселенная ist. Stellt euch mal vor, dass dieser ganze Saal das ganze Universum ist. Wenn ich euch fragen werde, wo in diesem Universum Gott ist, dann sagt ihr überall. Er ist überall. Pисание говорит, dass der Himmel sein Stuhl ist, sein Thron. Die Erde ist das Schemmel seiner Füße. Psalmsingers sagt, dass ich durch den Himmel oder in dem Himmel die sehe oder verherrliche. Wenn dieses Zimmer hier das Universum ist, und Gott in diesem Raum ist, und ich fragen werde, wo er ist, sagt ihr überall. Und wenn Gott, von dem die Schrift sagt, dass er das Licht ist, dann ist überall dort, wo Gott ist, auch das Licht. Und wir öffnen miteinander das erste Buch der Bibel. Und wir sehen hier solch einen Ausdruck, dass die Finsternis über der Tiefe war. Wenn Gott alles erfüllt und er das Licht ist, wie kommt dann so ein Teil zustande, wo die Finsternis über dieser Tiefe herrscht? Die Antwort besteht darin, dass das Buch Bibel uns hier beginnt zu wiedergeben, nach dem Zeitpunkt, wo die Tragödie in der Engelwelt schon geschehen ist. Angelen, die nicht zufrieden, die nicht zufrieden, die nicht zufrieden, Die Engel, die ihre Vorherrschaft oder Fürstentum nicht bewahrt haben, sind schon verworfen worden. Und das Raum, wo sie herabgestoßen sind, die Bibel ist, und die Räumlichkeit, wo sie herabgestoßen worden sind, nennt die Bibel Finsternis. Und Apostel Petrus sagt, da ist Dunkelheit oder über diese Tiefe. In Hebräer steht geschrieben, dass das der Raum des Todes ist oder der Hälter des Todes, damit er dem die Kraft nimmt, der die Bann des Todes festhält, das ist der Teufel. Und so sieht die Situation folgendermaßen aus. In der ganzen Welt oder im Universum ist ein Territorium gebildet worden, welches Gott mit seiner Anwesenheit verlassen hat. Und wenn Gott, der das Licht ist, mit seinem Licht weggegangen ist, was ist dort geblieben? Alles einfach, da bleibt die Finsternis. Und in diesem Territorium hat Gott den Teufel und seine Engel gestürzt. Und jetzt meine Brüder und Schwestern, einer der interessantesten Momenten besteht darin, dass auf dem Territorium dieser Finsternis, auf dem Territorium dieser Band des Todes, Бог begann Gott auf diesem Gebiet unsere Welt die Erde zu schaffen. Und in diesem materiellem Universum und auf unserer Erde, auf dem Planeten Erde, Бог сотворил Zentrum hat Gott ein Zentrum geschaffen. Zentrum своего Plana. Das Zentrum seines Planes. Zentrum того, was er in die Ewigkeit einführen möchte oder sehen möchte. Und dieses Zentrum ist der Mensch. Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Warum der Teufel im Bild einer Schlange interessierte sich plötzlich nicht für Kamele, nicht nach dem Elefanten. Warum hat er seine Attacke auf den Menschen gerichtet oder gezielt? Ich möchte versuchen, euch das jetzt zu erklären. Eine der Endzielen beim Gott dem Vater besteht darin, dass bei seinem Sohn Jesus Christus eine Braut ist. Im Buch der Offenbarung lesen wir, dass sie geschmückt worden ist als eine Braut. Pawele, abращаясь zu den Wernenden, sagt, ich habe euch eine чистe Judäu. Paulus, indem er sich an den Christen wendet, sagte, dass er uns vermählt hat als eine reine Braut oder eine reine Jungfrau. Bei dem Sohn Gottes in der Ewigkeit wird die Braut und die Frau und sie werden dann gemeinsam diesen wunderbaren Tisch des Vaters teilen. Und diese Braut ist diese Gemeinde, geschaffen aus Menschen, die freiwillig darauf geantwortet haben, um dem Herrn zu folgen. Und er wusste, dass er nicht vollkommen ist, sondern частично der Teufel. Aber das wusste, wenn auch nicht vollkommen, aber teilweise der Teufel. Sag bitte, da ist, dass er ein плохes Wunsch zufügt. Sagt bitte, möge Gott es nicht zulassen, aber ihr habt einen schlechten Wunsch, dem Nachbarn etwas Schlechtes zuzufügen. Aber euer Nachbar ist ein sehr hoher Mensch, breit in den Schultern und ihr habt das Vorhaben, ihm etwas Schlechtes anzutun. Und ihr versteht, dass wenn ihr mit ihm in einen Kampf verwickelt werdet, dann wird es nur für euch schlechter ausgehen und nicht ihm. Er ist so groß und breit in den Schultern. Und der Wunsch besteht gerade ihm etwas Schlechtes anzutun. Ein Variant wäre, dass man seiner schwachen und kleinen Frau Böses antun oder Schmerzen zufügen würde. Er tut ihr Schmerzen an und das wiederum wirkt sich auf ihn aus. Denn für ihn ist die Frau, die Ehefrau ein sehr nahe und kostbarer Mensch. Wenn auf dem Territorium der Band des Todes, wo der Teufel und Satan herabgestürzt worden ist, und wenn auf diesem Territorium in Form von Adam und Eva ein Kandidat für die Braut Christi da ist, dann ist sein größter Wunsch dem Schmerzen zuzufügen, dem er dort anbeten sollte. Und ihm etwas anzutun ist einfach nicht in seiner Kraft. Aber auf seinem Territorium ist plötzlich die da, die bestimmt worden ist, um in Ewigkeit dann seine Frau zu sein. Und darum, liebe Brüder und Schwestern, attackiert der Teufel den Menschen. Denn der Mensch ist das Zentrum des Kampfes. Der Plan Gottes oder der Gedanke Gottes hat gerade auf den Menschen seine Richtung. Und der Teufel, von dem all das Gute einfach weggenommen worden ist. Er versucht alles Mögliche daran zu setzen, um Gott zu schmerzen, indem er seiner Braut etwas antut. Was wunderbar aus dem ersten Buch Mose zu sehen ist, dass Gott von Adam und Eva das vorhanden der Gefahr nicht verschloss. Im Sinne hat er so gesagt, eine Gefahr besteht und sie droht nur von einem Platz aus. Von dem Baum der Erkenntnis des Bösen des Guten. Aber im Sinn hat Gott dann so gesagt, aber höre auf mich. Und du brauchst dich nicht zu fürchten. Wenn du mir gehorsam sein wirst, dann brauchst du dich nicht zu fürchten. Aber die Gefahr besteht. Und sie bedroht dich nur von einem Platz, von dort. Und deswegen trete nicht herzu und berühre es auch nicht. Und jetzt könnten wir die Frage stellen, wofür brauchte man den Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen? Warum sollte Gott nicht einen Menschen schaffen, der überhaupt keinen Wunsch oder kein Gefühl des Ungehorsams in sich hat? Es wäre doch nicht schlecht oder wunderbar, nicht wahr? Es existiert überhaupt der Wunsch des Ungehorsams nicht. Es gibt nur eine Möglichkeit zu gehorchen, zu gehorchen, zu gehorchen. Das sieht dann nicht nach einer freien Persönlichkeit aus, sondern einer Persönlichkeit, die einem Roboter ähnelt. Eine ähnliche oder in dieser gleichen Art eine Frage hat eine Schwester einem jungen Diener gestellt. Sie sagte dann, warum hat Gott nicht solch einen Menschen geschaffen, dass es ihm gar nicht gelüstete daran oder dass er gar nicht ungehorsam sein wollte. Und er fragt sie, sag mal, spielst du noch mit Puppen? Er sagt, oh nein, das ist schon lange vorbei. Und er fragt, warum? Das ist so wunderbar. Du hast sie hingesetzt, hast sie gestellt, und sie weint nicht, sie regt sich nicht auf und strampelt nicht mit ihren Füßen und im Haus ist so still. Es ist wunderbar, die Gemeinschaft zu pflegen. Nein, aber du wählst sie genauso, wie du selbst bist. Heute streitest du, morgen bist du enttäuscht, danach hast du wieder Frieden geschlossen. Und dann sagst du, nein, auch wenn die Puppe still ist, aber ich brauche sie nicht. Denn du suchst Gemeinschaft. Dir ist es interessant, wenn der Mensch eine Wahl hat und er hat das Recht zu wählen und wähl dich. Gott hat den Menschen nicht als eine Puppe geschafft, dem, so wie er die Hand gemacht hat, so wird auch tun. Gott hat einen Menschen geschaffen als Persönlichkeit, die eine freie Wahl hat. Und Gott hat von dem Menschen, der das Recht zur Wahl hat, er erwartet von ihm eine freie Wahl, indem er zu seinem Namen zu seiner Seite zu gebrauchen wäre und sich er wählt. Свободный выбор является Zentrum борьбы между Богом und Djewol. Eine freie Wahl ist dieses Zentrum des Kampfes zwischen Gott und Teufel. Ich möchte euch versuchen zu erklären, wie der Teufel betrug 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 Представьте себе, dass ein junger Mensch hat bereits abrucene невestu. Stellt euch mal vor, dass ein junger Mensch sehr gute Vorsätze hatte und eine junge Frau oder Verlobte hatte. Aber bis zur Ehe noch ein gewisser Zeit geblieben. Und Schau.